Отношения между Нижегородской областью и китайской провинцией Аньхой крепки как никогда. Экономические отношения с Китайской республикой мы ведем пять лет. Достаточно плодотворно. Результат – теперь не только регион, но и Нижний Новгород обзавелся надежным партнером. Нижний Новгород стал городом-побратим города Хафэй, провинции Аньхой. Это административный центр. Если регион у нас уже работает между собой в течение пяти лет, то города наши-побратимы стали только сегодня. В технопарке «Анкудиновка» директора и руководители 26 передовых предприятий из Поднебесной подписывают договоры о сотрудничестве с нижегородскими предпринимателями и региональной торгово-промышленной палатой. Китайские компании ориентированы на установление сотрудничества с региональными поставщиками древесины, масел, меда, мяса, рыбы, натурального зернового сырья. Также они нацелены на взаимодействие с предприятиями, импортирующими химическую, текстильную, кожаную продукцию, механические части, электрические приборы и алюминиевый профиль. Нижний Новгород – очень важный регион, развивающийся хорошими темпами. В частности, нас интересуют автомобилестроения. Я – представитель компании, работающей в машиностроении. Мы с вами уже ведем продуктивно дела. И мы надеемся, что это плодотворное сотрудничество будет продолжаться. У нас большое будущее. Накануне делегация во главе с секретарем Анихойского комитета Коммунистической партии Китая Ли Цзэньбинем встретилась с губернатором Глебом Никитином. Глава региона представил гостям перспективы сотрудничества в сферах образования, промышленности, туризма и культуры. Особое внимание вопросам экологии. Знаю, что вопросы экологии в фокусе внимания китайского экспертного сообщества и общества в целом, был бы рад, если бы возникла бы заинтересованность подключить китайские научные организации, бизнес к формированию здесь единого центра по данному праву. Еще одним результатом визита стало открытие дней провинции Аньхой в Нижегородской области. Дальнейшее плодотворное сотрудничество китайская сторона сравнивает со слиянием двух великих рек многоводной крупнейшей Янзы и нашей Волги. Олег Лавров, Валерия Стародумова, Максим Веселов и Алексей Завылов. Время новостей.